МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет. Фотография на профессиональный фотоаппарат – это, конечно, целая наука. А можешь ли ты рассказать нам сегодня, как правильно фотографировать на смартфон? Да, конечно. Давай я дам тебе несколько советов. Как правильно фотографировать на смартфон? С чего начать? Самое первое, что хотелось бы сказать, и как бы банально это ни звучало, протрите камеру смартфона. Второй совет – включить отображение сетки на экране смартфона, если есть такая функция в вашем телефоне. Что это такое? Для чего она нужна? Сетка поможет правильно выставить горизонт и композицию в кадре. Вставай, пожалуйста, я покажусь на своем примере. Угу. Линия горизонта нужна, чтобы правильно выстраивать кадр, чтобы не пришлось его в редакторе потом поправлять. Чтобы вертикальные линии были вертикальными, горизонтальные – горизонтальными. Старайтесь не заваливать линию горизонта. А самое главное, конечно, в любой фотографии, в том числе мобильной, – это свет. Как освещено помещение? Да, да. Ну, это как освещено, не помещение, а объект съемки. Угу. Потому что фотографии переводятся – фото, графия, рисование светом. На Руси это раньше называлось вообще светопись. Угу. Так, так, так. Слушай, ну если вспышки, на вспышку, ты советуешь фотографировать вспышку, включать при фотографии? На смартфоне – да. Фотографии, конечно, будут плоскими, не такими выразительными, но более-менее качественными. Угу. Может, чем-то еще можно подсветить объект? Фонарик, лампочка, окно, любой источник света, гирлянда. То есть все, что дает свет – это хорошо. В темных помещениях не всегда хватает вспышки смартфона, и поэтому можно использовать небольшие длинностные светильники. Например, как вот это. Пойдем, покажу тебе. Ну, если добавить светильника, который можно не обязательно держать у этого смартфона, можно двигать выше, ниже, получая разный свето-теневой рисунок. Или освещая те области снимка, которые нам нужны. Чем лучше освещено место съемки, тем лучше качество фотографии. Кстати, можешь спросить, почему я так близко подхожу. Да, почему ты вот подходишь, отходишь все время? Я стараюсь не использовать зум, потому что в любом случае он всегда портит картинку. То есть лучше либо подойти ближе, если нужно крупно, либо отойти дальше, чтобы захватить больше пространства на фотографии. То есть так телефон быстрее ориентируется, да? Так фотография получается более качественная. Не ленитесь подходить к объекту съемки. Важно композицию кадра выстраивать. Что в середине, что сбоку? Как вообще композиция кадра строится? Конечно, важно. Свет и композиция – это основа фотографии. Давай я покажу тебе. Давай. Ну, смотри, на примере фотоаппарата. Хочу, например, его продать, и мне нужно разместить объявление на каком-нибудь сайте. Вот смотри, как выглядит фотография. Как бы снял обычный пользователь. Теперь мы сделаем небольшую хитрость. То есть разместим объект с одного угла кадра до другого, по диагонали. Ну, так гораздо, да, презентабельнее, интереснее. Сразу видно объем. Всегда продумывайте композицию кадра. Еще один аксессуар, который рекомендуют к покупке – это селфи-палка. С ее помощью можно не только делать снимки с себя любимого, но и захватить больше пространства в кадре. Что она дает? Какие возможности? Например, смена ракурса. То есть можно взять ракурс сверху, например. Можно захватить больше пространства в кадре. Можно взять чуть снизу, чтобы показать какие-то высокие здания за тобой, например. Или то, что находится сбоку от тебя. Сбоку от меня. Я такая раз – кадр, знаешь. Используйте все возможности для интересной фотографии. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, поэтому ставьте лайки. Ну, а все наши рубрики вы сможете посмотреть на сайте «Газовик.Инфо» в разделе «Видео» или на одноименном YouTube-канале. «Видео» или на одноименном YouTube-канале.